Привет всем. Ну что, мужики, на дворе апрель. Та самая пора, которую мы очень-очень все долго ждали. Не только тут мы, которые на западе живем или те, кто там брестятся по южнее, да, ну и, например, и Витебские, и ребята, которые в России живут или посевернее, похолоднее. То есть апрель уже в целом та самая пора, когда начинается движение, да, по всем водоемам. Рыбка начинает клевать, в принципе, вне зависимости от того, холодно в целом зимой у вас или нет. Южнее, понятное дело, что это все дело происходит быстрее, уже где-то, возможно, и нелест есть. Севернее только-только начинается движуха, но не суть. Самая-самая рыбалка начинается именно сейчас. Вместе с ней начинается куча вопросов на тему, в принципе, самой ловли. То есть, когда ты сидишь дома зимой, планируешь свои выезды и не знаешь, кого и где и когда будешь ловить, планы рисуются в голове очень разные. А как только появляется открытая вода, как только начинается рыбалка, сразу же возникает такой легкий ступор, да, где ловить, кого ловить, куда выезжать, зачем выезжать. И сгруппировать эти мысли как бы очень-очень сложно, то есть не понимаешь, куда ехать. Зачастую едешь туда, куда не надо и, в принципе, не едешь наоборот, не уделяешь должного внимания тем местам, которые, в принципе, следовало бы посетить и той рыбе, которую в это время лучше всего ловить. Вот почему. Посидел и так, сегодня во время бесклевья нашего, да, подумал и решил записать такой ролик. Кого и где лучше всего ловить сейчас, в апреле. Всем привет, всех рад приветствовать на моем канале. Итак, прежде чем мы начнем наш предеметный разговор, давайте немножко подумаем о том, что такое, в принципе, апрель. Что это за месяц и какие у нас реалии, условия и того подобные моменты. Если абстрагироваться от конкретной локации, да, севернее, южнее, сплее холоднее, апрель – это, в принципе, тот месяц, когда начинается полноценная весна. Март еще может быть таким достаточно зимним, холодный, ветерок, снежок, морозик, все вот эти вещи, но апрель – это та пора, тот месяц, когда обычно вода уже начинает прогреваться потихоньку, потому что температура воздуха уверенно ползет за нулевую отметку даже ночью, то есть заморозки все реже-реже, снег все реже-реже, в основном дождик в виде осадков, и поэтому рыбка начинает активизироваться. Активизироваться и готовиться к нересту, соответственно, где-то ближе к концу апреля, либо же к маю, в зависимости от региона, начинается икромет у большинства белой рыбы, и поэтому апрель – это то самое время, когда начинает рыбка отъедаться, причем, в принципе, вся, вне зависимости от вида. Ловить рыбку можно разную абсолютно, в зависимости от того, где ты ловишь на реках, на озерах, на водохранилищах. И в этой связи для каждого рыболова апрельская рыбалка своя. Кто-то гоняет карася, карпика пробует искать, кто-то линя по камышу ищет, кто-то за лещиком охотится, кто-то по рекам катается, ищет головля яза. Здесь какого-то универсального, назначенного совета дать сложно. Однако я хочу выделить три, скажем так, аспекта, три главы нашего сегодняшнего ролика, посвятить его трём видам рыб, трём разным рыбалкам, которые наиболее популярны именно сейчас, в середине весны. Поговорим мы сегодня о ловле леща подлещика, о ловле плотвы и о ловле карася, а также вместе с ним немножко коснемся и линя. Плотва – это рыба, с которой для многих рыболовов полностью и всецело ассоциируется весенняя рыбалка. Всё потому, что где-то в это время, в середине апреля, вторая-третья декады, в зависимости от региона, у неё начинается нерест. Нерестится плотва либо же раньше леща, либо же одновременно с ним, а поэтому и во время нереста она очень хорошо ловится. Поэтому ловить её как-то дело такое предсказуемое, благодарное и во многом простое. Ну, в отличие от двух других наших сегодняшних товарищей. Вот. Специфика рыбалки заключается в том, что во время вот этого преднерестового хода плотва собирается в большие стаи и движется к нерестилищам, мелководно прогреваемым мелякам, зарастаемым камышом, тростничком, вот этими всеми вещами, либо же на реках и водохранилищах, вверх по течению, по самой реке, либо по притокам. Здесь, в принципе, и следует искать эту рыбку. Где-то на верховьях, где-то на меляках, где-то на небольшой глубине, на таких типично весенних локациях. Если проводить параллель в плане сложности, то эта рыбалка ловля плотвой, в принципе, самая простая. Рыба отлично реагирует на корм, собирается и ловится даже в темпе, если всё сделать правильно. То, что надо рыболову, во-первых, это выбрать правильную локацию, правильный участок, где не глубоко, где уже водичка прогревается, метр-полтора-два глубины, взять в руки лёгенькую снасть и, соответственно, приступить к получению удовольствия. Плотва классно проявляется по поверхности, видно всплески, видны бурунчики такие на небольшой глубине, она начинает кормиться, на поверхности плавится. Поэтому прочитать всё её наличие, прочитать всё её активность очень даже просто, в отличие от двух других наших сегодняшних представителей. Второй такой аспект, который касается плотвиной рыбалки в апреле, заключается в том, что рыба очень стайная. То есть сейчас перед нерестом она сбивается в крупные-крупные стаи и находится где-то вот либо же в прибрежной зоне, либо же неподалёку от неё. И поэтому, если ты нашёл рыбу, если ты понял, где она стоит, то рыбалка такая получается достаточно темповая. Нет вот этой, как зимой, либо же осенью, разрозненности, когда её надо собирать в какой-то акватории. Стайная рыба хорошо становится на корм, хорошо реагирует, и поэтому рыбалка такая очень классная получается, очень яркая и очень насыщенная поклёвками. Смотрим в сторону не глубоких прогонов, не глубоких плёсов, таких мелководных заливчиков, всяких разных тех мест, которые являются потенциальными нерестилищами. И, в принципе, там же её будем мы и ловить. Причём ловить и сейчас, до нереста и непосредственно во время него. По сностям также всё просто. Ловля плотвы – это практически всегда рыбалка на ближних дистанциях, на ближних рубежах. 20-30, максимум 40 метров от берега. Плюс, потому что рыбалка темповая, где-то ловить её на 50-60, даже если она там держится в таком ярком темпе, в быстром темпе, это, ну, такая достаточно трудоёмкая работа. Поэтому берём в руки лёгенькую снасть, 3,3-3,6 метра, пикерочек какой-нибудь, в зависимости от того, насколько далеко, насколько глубоко, есть ли течение. И, в принципе, можно потихоньку приступать к ловле. Ставим лёгенькую катушечку, оснащаем всё это дело лёгенькой компактной кормушечкой, чтобы не плюхать, сильно не шуметь. И, в принципе, можно приступать к получению удовольствия. Важную роль в роли платвы играет именно презентация насадки, потому что, в отличие от других двух наших сегодняшних представителей, ловля платвы очень часто происходит в ярусе, в момент погружения самой насадки ко дну. Поэтому платва хватает в ярусе, и бывает такое, что ловля даже не столь выжидательна, сколь вот именно зависит от количества перезабросов. Рыба хватает во время погружения, и темп ловли забросил-поймал, забросил-поймал. Заключается, как только насадка касается дна, сразу же поклёвки прекращаются. То есть, это надо иметь в виду. Поэтому в этой ситуации, как я уже сказал, максимально лёгкая кормушка – это раз. А два – это достаточно длинный поводок. Если мы видим, что рыба кормится в ярусе, ставим поводок от метра для того, чтобы именно увеличить время погружения насадки. И, соответственно, кайфуем, получаем удовольствие. Туда же маленький крючочек деликатенький, чтобы рыба не чувствовала, когда забирает насадку. И, в принципе, этого достаточно, чтобы ловить интенсивно в темпе. По поводу того, чем собирать платву. Собирать платву надо, конечно же, с соответствующей прикормкой. И здесь хорошо на первый план выходит именно активная смесь. Именно активная прикормка. Хороши разного рода мелкофракционные составы темного цвета. Именно активные механики, которые позиционируются как составы для ловли плотвы в холодное время года. Тот же РС-спорт платва темная. Салмо платва. И тому подобные прикормки. Сенсас, Гросс, Гордонс. Такие корма, которые реально активные, пылящие и привлекающие рыбу своей механикой. То есть доработать ее можно также при помощи молотой обжаренной конопли. Можно к опромеласу добавлять, чтобы рыхлить при кормке, чтобы она взрывалась. Можно, если этих добавок нет, то можно, в принципе, семечки молоть. То есть также такая классная рыхлящая добавка, которую платва очень сильно любит. И таким образом кормить. То есть поскольку мы ловим платву на небольшой глубине, можно делать так, чтобы прикормка не доходила до дна, не работала снизу вверх, а высыпалась при погружении кормушке. Столб из кормовых частичек создавался сам собой. И это тогда получается еще более эффективно. То есть мы кормим, либо же прикормка сама выходит, какая-то часть при погружении, поэтому надо давать еще к тому же открытые кормушки, чтобы это происходило максимально эффективно. А также можно просто вытряхивать. Сделаешь легкий рывочек, ты примерно считаешь, сколько у тебя тонет кормушка, на какой счет. И где-то посчитываешь так, чтобы в толще воды, либо же на каком-то расстоянии от дна, вытряхивать кормушку и, соответственно, создавать руками физически этот столб. И получается такая прикольная анимация, когда у тебя кормушка утонула уже, поводок тонет, а вместе с ней, вместе с насадкой, вместе с поводком тонет и вот этот кормовой столб опускается. То есть что-то зависает, что-то тонет, что-то мутит. И вот такая механика, которая реально сводит плотву с ума. Эта тема очень хорошо работает. Что же касается насадок на плотву, тут все очень индивидуально и очень интересно. Традиционно, в принципе, пилуют плотву на три базовые стандартные насадки. Это мотыль, если капризничает, какой-то маленький крестиком, либо же чулочком на маленький крючочек личинку. Либо же, если плотва немножко более активна, то можно две-три личиночки. Это, конечно же, опарыш. Пиночка желательно, небольшого размера. Можно насаживать как за жопу, так и чулочком нацеплять. Ну и, конечно же, кастер. Кастер позволяет систематизировать ловлю именно крупной плотвы. Он селектирует рыбу. То есть, очень часто бывает такое, что мелкая рыба, мелкая плотва кастера не любит. Его кушают исключительно такие грозики поприятнее. И бывает, ловишь на одну насадку, ловится исключительно мелочь, начинаешь насадку менять, и уже влетают хорошие бонусы. Также можно дипловать насадку, выделять ее на фоне других каких-то компонентов прикормочных, которые пахнут. В такой ситуации рыба еще более активно хватает. То есть, в принципе, в целом правило такое. Если ты сделал все правильно, если ты подобрал правильное место, угадал с прикормкой и с насадкой, плотва отзывается уже на первом часу после начала ловли. Если же 2 часа, наверное, может 2,5, у тебя нет никакой активности, и ты начинаешь плясать ближе, дальше, левее, правее, и, в принципе, все равно рыба не приходит, то значит, что ты что-то сделал неправильно, рыбы в этом месте нет. Можно сменить локацию, пробовать где-то ловить в другом месте. Это также основная такая специфика плотвиной рыбалки. Очень часто эта ловля есть поисковая. То есть, надо найти, где держится стайка рыбы. Либо же перезабросами, либо же ножками по берегу. Также сюда можно отнести, конечно же, любимую многими поплавочную ловлю плотвы, баллонскую на реках, где-то на малых, особенно в проводку. Но это тема совершенно иного разговора, хотя по результативности, по уловистости, по эмоциональности она не чуть не уступает рыбалке фидерной. Особенно, если ты нарываешься где-то на стае крупной речной плотвы, которая дает такой боек, что ни одному лещу не снится. Прецедент номер два в нашем сегодняшнем списке – это, конечно же, лещ-подлещик. То есть, рыбок, за которые мы все с фидером чаще всего ездим, которые любим ловить, которые уделяем больше всего внимания. Апрельский лещ очень сильно отличается от леща мартовского и от леща того же майского. То есть, во многом специфика его ловли очень схожа с ловлей плотвы и во многом даже пересекается. То есть, ты ловишь часто эту рыбу в перемешку, крупную плотву, леща и подлещика. Почему это так связано? Потому что и места нереста, и преднерестовые вот эти повадки, и тайминги плюс-минус схожи. Лещ немножко более теплую воду любит, поэтому чаще всего идет первая нанерест плотва. И только за ней лещ подлещик крупный. Но в целом, как бы, вот это пищевое поведение накладывается одно на другое. Все те же мелководные участки, все те же мелководные заливы, какие-то хорошо прогреваемые, все те же участки рядом с камышом, с тростником, с растительностью, верховье водохранилищ, какие-то устьевые участки, где рыба поднимается куда на нерест. И тому подобные локации дают наибольшее количество поплевок. Вот только единственное, что здесь меняется, это именно тактика ловли. Тактика ловли, здесь уже нет такого активного поиска, активного выкармливания, вот этого создавания мощного шлейфа из кормовых частичек. Здесь более все классический, по-фидерному и стандартно. Тяжелая инертная прикормка, уже даже если вода хорошо прогревается, если апрель теплая, то можно даже уже летние корма использовать, какие-то крупнофракционные. Туда же побольше животинки, опарыш, мотыль, резим червячка, накрываем поляну и выжидаем подхода целевой рыбки. Специфика здесь заключается в том, что рыба в летнем классическом понимании сейчас на корм не становится. То есть ты не соберешь ее, если ты приехал на водоем, например, нашел точку и раскарливаешь, и таким образом пытаешься собрать рыбу. Собирается подлещик мелкий, потом подлещик крупнее, потом приходят лещи. Весной эта тема, как правило, не работает. Весной работает она. Рыба проходная, рыба на корм становится только если идет мимо и находит пятно. То есть она не собирается так, как летом. Поэтому наша задача выбрать то место, где рыба гарантированно есть. И, соответственно, надеяться на то, что ваша прикормка ее заинтересует. И в такой ситуации, когда приходит стая крупного леща на точку, начинается самая настоящая льгорода. То есть и лещи преднерестовые такие влетают хорошие. Килограмм, полтора, два, мамки по два с половиной, по три. Это не редкость. Икряные, пузатые, красивые. То есть ловится именно так. Пришла рыба, два-три часа может быть раздача в темпе хорошем, потом рубильник вырубается. Это часто именно специфика апрельской такой лещевой рыбалки. Ну, традиционно к локации. Традиционно надо правильно выбирать и место ловить, тщательно маркериться. Здесь уже на глазок, так как с полтвой не прокатит. Тут надо искать аномалии донного рельефа. Какие-то перепады, бровочки, структуру и тому подобные моменты. То есть рыбка крайне в этом плане замороченная. То есть именно в плане локации, в плане донного рельефа, грунта, тут немногим ситуация отличается от летнего. В общем, специфика лещевой апрельской рыбалки классическая следующая. Ищем места, приближенные к нерестилищам, кормим обильно, кормим вкусно и ждем. Ждем выхода рыбы, ждем активности, ждем раздачи. Потому что именно сейчас, в апреле, раздача – это штука наиболее вероятная. Что касается времени ловли, здесь очень многое зависит от погоды. То есть если на улице холодно, если какие-то морозики начинаются, заморозки, ясно, то можно, в принципе, ориентироваться на после обеда, на вечер, либо же на вечернюю зорьку. Потому что апреля – это запретный месяц, то есть ночью не половим. Но какое-то время после заката можно, в принципе, попробовать высидеть. Либо же на раннее-раннее утречко. Бывает такое, что рыбка кормится в сумерках, потому что вода прозрачная еще, холодная, и поэтому она немножко осторожничает. Если же на улице у нас пасмурно, какой-то ветерок, какой-то, например, дождик моросит, это самая лучшая погода для ловли этой рыбы. Очень часто в таких ситуациях, в таких условиях, она проклевывается даже днем вообще без проблем. То есть можно ловить на протяжении всего дня. То есть рыба благодарная, рыба классно относится к угощениям. Из угощений, кстати, по поводу насадки. Надо держать всего и побольше. Не только мотыля-парыш, но также червячка с собой имеется. И можно даже кукурузку пробовать. Их же можно подрезать в прикормку, добавлять как крупную фракцию. Тоже рыбку задерживают очень неплохо. Ну и не забывайте про дипы. Выделять насадку, выделять каким-то образом ароматикой, отличающейся от прикормки. И если рыбка присутствует в точке ловли, где-то крутится поблизости, то вероятность того, что она найдет такую насадку ароматизированную, как-то пахнущую иначе, чем твоя прикормка, гораздо выше, нежели просто лежащего на дне там мотыля, либо опарыша. Ну, с карасем все гораздо сложнее. Как минимум по той причине, что эта рыба теплолюбивая и просыпается гораздо позже остальных. То есть есть водоемы, где эту рыбу ловят и по последнему льду, и в начале весны, в марсе. Но это, как правило, скорее исключение из правил, нежели какая-то тенденция, подтверждающая вообще правила. То есть искать этого увольня лучше на участках каких-то очень мелководных, хорошо прогреваемых и изолированных от ветра. То есть там, где теплее, где есть какой-то камышек, тростничок прошлогодний, где не глубоко, где вот это все, букашечки разные, червячки первыми появляются, и туда эта рыба выходит на кормежку. Апрель – это такой крутой месяц, когда первыми просыпаются, первыми проклевываются именно самые крупные рыбы, самые крупные караси. То есть даже на карасиных каких-то прудах, где есть большое количество мелкого карася, то есть мелкого, среднего, сейчас особого активного клева может не быть. Но зато ты за рыбалку можешь получить там десяток поклевок, и весь этот десяток поклевок будет принадлежаться рыбе трофейной, килограмм и выше. Именно сейчас вот эту рыбу и ловят чаще всего. Ищем мелководные, хорошо прогреваемые прудики, трофяные всякие разные озера, трофяники затопленные с небольшой глубиной, чисто карасевые пруды такие. Подбираем теплую, хорошую, такую благодарную погоду, чтобы солнышко прогревало воду и активизировало рыбку. И пытаемся ловить и выкармливать. Сразу скажу, что на особый успех, на особые раздачи можно не надеяться. Эта рыбалка такая в большей степени ситуативная и зависящая от погоды. Как минимум нужны очень-очень теплые дни. И чем их больше, чем стабильнее и устойчивее тепло, чем стабильнее и устойчивее тепло, и чем теплее особенно ночью, чтобы вода не оставала, тем лучше. То есть можно банально даже подобрать такой карасиный водоем, ориентировав на какие-то отчеты, на информацию от разведчиков, и просто не выезжать на воду, а ориентироваться на прогноз погоды. Если ты видишь, что днем температура воздуха 10, 12, 15 градусов, и ночью она не опускается ниже плюс 5, например, реальная такая теплая, классная погода. Ветра теплые, например, дождичек небольшой какой-то, либо же пасмурный. То есть начинает погода перестраиваться уже на майский лад. То шансы нарваться на хорошего карася велики, как никогда. Вот эта периодичность вот этой погоды в плане локации очень сильно зависит от региона. То есть в Бресте, например, где-нибудь, если применительно к Белоруссии говорить, в Бресте вся эта тема начинается гораздо раньше. И такие хорошие уловы карася, именно крупного, могут наблюдаться даже в начале апреля. В Витебске и северных регионах страны, не говоря уже про Россию, например, это все дело затягивается до конца апреля, то и до мая. То есть вот так вот это дело плавает. Поэтому надо быть готовым к тому, что с наскоку карася не поймаешь. Нужна соответствующая погода, нужны соответствующие условия, чтобы она желала питаться и, соответственно, кормилась. То есть именно сейчас, в апреле до нереста, можно нарваться на хорошую мерную рыбу, получить с удовольствием именно целенаправленные карасевой рыбалки. Вдобавок ко всему, плотва, например, мелкая, которая очень часто сопровождает карася, который рядом с ним крутится все время. Сейчас у нее голова забита нерестом, она где-то на нерестилищах, и поэтому карася можно выждать. Выждать целенаправленно и поймать. Именно не в прилове, а именно как основную рыбу. Здесь же надо отметить несколько слов и о снастях. То есть снасти понадежнее, здесь никаких деликатных снастей, тонких поводков, маленьких крючков не надо, потому что карась-то рыба такая, особенно крупный, и плюс к тому, что ты ловишь где-то вблизи растительности, можно себе наделать очень большое количество проблем. То есть потолще поводки 0,14-0,16, нормальные крючки и такая выжидательная рыбалка. Можно метод использовать, методные снасти, то есть тоже срабатывает хорошо. Что же касается лакомств при кормке деликатесов, то кормить надо тем, что его не отпугнет. То есть моя практика показывает, что вот эти все яркие, вкусно пахнущие или еще плотвейные прикормки, не лучший вариант, не лучший выход. То есть по карасю, как правило, лучше отрабатывает нейтральное что-то, типа чеснок, марципан, да, классика караськина, зеленого цвета такая. Либо же вообще банально что-то типа размоченного хлебного мякиша, да, перемешанного с грунтом, с землей. То есть, ну, такой корм, к которому, в принципе, карась привык. В особо сложных ситуациях можно банально кормить грунтом, то есть подобрать правильный грунт, который механика будет, такая, как механика у прикормки. Можно завивать кормушку, и он будет из кормушки выходить. И грунт будет использоваться в качестве контейнера. А кормом же будут применяться мелкий лиманник, резанный там либо топленый опарыш и резанный червячок, то есть мясо. И будем кормить чисто мясом. То есть на такую прикормку карась, в принципе, отлично реагирует на любых водоемах, даже в самых сложных условиях. Он ее не боится, он ее считает за свой естественный, стандартный корм. И, в принципе, отлично себя проявляет, отлично себя показывает. Вот. То же самое касается и насадки. Мясо, мотыль, опарыш, если мелочь не мешает. Если мелочь мешает, червячок, кукурузка, перловочка. На поплавочку, если ловится, можно манку использовать. То есть такие, как бы, типично карасины-бутерброды, бутерброды, сочетания, насадки, которые отлично себя проявляют. Точно так же и дипы можно диповать чесноком каким-то, чем-то ярким. Чеснок, слива, фрукты, тути-фрути, да, так называемые. То, что, ну, в принципе, работает и летом. То есть уже, в принципе, можно использовать. Карась, рыба такая, довольно непредсказуемая, поэтому ловить его, как я уже сказал, целенаправленно не очень просто. Но если сделать все правильно, то можно достичь неплохого такого результата. В принципе, все, что я сказал по карасю, можно с натяжкой, с какой-то там долей условности, но применить и к линю. Та же самая ситуация, то же самое методы корма, те же самые локации, те же самые такие мелководные участки, где эта рыба первая проклевывается. И более того, на карасево-люневых таких озорках, которые вот являются чисто монорыбными, да, скажем так, где кроме этой рыбы нету никакой другой, то эта рыба очень часто ловится в таких условиях в перемешку. Вот где-то на торфяниках, например, на лицких, либо же на других каких-то, да, на барановичких бывает, что эту рыбу ловят именно в перемешку. Крупный карас с линем вот в апреле очень часто залетает. Пока не активна мелочь, пока не мешает, не дурит голову, можно очень классно ловить, очень рассчитывать на такие неплохие уловы. В общем, какая-то такая специфика, три рыбы абсолютно разных, и если линей с плотворщикой кое-как пересекаются сейчас, весной в апреле, то, скорее всего, все кардинально иначе. Если понимать какие-то нюансы, понимать общие закономерности поведения, понимать, где ловить, понимать, что мешать, как мешать, какими снастями ловить, то по большому счету можно какого-то успеха достичь и на что-то рассчитывать. Рыбалка непростая, рыбалка непредсказуемая во многом, благодаря меняющейся погоде, или из-за меняющейся погоды, наверное, будет правильнее так. Однако, если все делать правильно, если знать, где ловить, можно рассчитывать на вот такие вот уловы. Как я уже говорил не один раз, апрель, конец марта, апрель и начало мая, вот эта пора, вот этих полтора месяца примерно, это мои любимые времена, любимые дни, любимые недели, именно для фидерной рыбалки. Можно отрыбачить так, как не отрыбачишь ни в одну другую пору, ни летом, ни осенью, ни когда-то еще. Поэтому не сидите дома, забирайте свои любимые фидерные снасти, выбирайте почаще на воду, получайте удовольствие, кайфуйте, и ловите рыбу. Но не забывайте ее отпускать, потому что сейчас рыбка не рестится, сейчас у рыбки продолжение рода, и надо, чтобы это все дело не пропадало зря, чтобы рыбка давала потомство, и, соответственно, дальше эти дальнейшие поколения радовали нас своим клевом, своими поклевками. Надеюсь, что-то интересное, полезное для вас рассказал, вам донес, применится на практике, получите результат, и вспомните меня добрым словом. Всем спасибо за просмотр, увидимся на водоемах, и увидимся на ютубе. Всем пока.